В общем, едет в троллейбусе молодой Растаман Костя. Такой вот весь из себя. Дреды 5-дюймовые, беретка цветосветофора, на майке конопляный лист, штаны в три раза шире жопы и кроссовки, как утюги, с широченными флюорными шнурками салатового цвета. И едет он как-то очень сосредоточенно. Лицо без никакого выражения, все глаза в окно, типа зашифровался. А за окном проплывает смутный вечерний пейзаж, какой-то совсем не конкретный. И в душе Растамана Костя начинаются всякие нехорошие сомнения. Иногда он думает, что сел не на тот троллейбус, едет вообще непонятно куда. А потом вдруг становится понятно, что все правильно. А потом вдруг хоп, и опять непонятно. И он уже думает, что надо у пассажиров спросить, какой это номер троллейбуса. А потом вдруг думает, что нельзя у пассажиров спрашивать, они же сразу выкупят, какой он укуренный. А потом он вдруг понимает, как надо действовать. То есть это надо на остановке выскочить из троллейбуса, быстренько посмотреть номер и заскочить обратно. И вот он на остановке быстренько выскакивает из троллейбуса, смотрит номер, заскакивает обратно, садится на место. И походу понимает, что номер он не то, что не запомнил, а даже толком не рассмотрел. И все равно непонятно, что это за троллейбус и куда он едет. Выскакивает он, значит, на следующей остановке. Смотрит номер, повторяет про себя, бежит обратно к дверям, спотыкается, забывает номер, бежит обратно на него смотреть. И видит, как этот номер от него уезжает вместе с троллейбусом. То ли водила запарился ждать, то ли просто Растаманов не любит, но вот взял и уехал. А время позднее, почти полдвенадцатого. И вот стоит Костя на остановке, смотрит по сторонам и вдруг понимает, что не напрасно он тут вышел. Он же именно здесь и должен был выйти. Это же его родная остановка, по всем приметам она. Слава Джа, думает Костя, вот я и дома. Идет он домой. А все вокруг опять какое-то слегка не такое. Но Костя уже на измену не падает. Потому что по хорошей траве всегда все немножко не такое, это нормально. И он звонит в свою дверь, открывает ему папа, тоже немножко не такой. А в комнате сидит мама, телевизор смотрит. И она тоже немножко не такая. Они сегодня оба тоже хорошо покурили. Но сыну ничего не говорят, шифруются они от него. Они только говорят, что ужин в холодильнике. А сами от телевизора оторваться не могут. Офигеть, какой телевизор. И вот Растаман плотно поужинал, заполз в свою комнату, упал и обрубился. И снится ему разноцветная хрень, и он ей во сне улыбается. И не знает он, что где-то рядом с ним, буквально на следующей остановке. Живет очень похоже Растаман. И зовут его тоже Костя. И летом он тоже 18 с половиной. И дреда у него тоже 10 сантиметров. И на майке у него такой же семилистник. И на кроссовках у него такие же широкие шнурки салатовые. И светятся в ультрафиолете точно так же. То есть чуваки настолько одинаковые, что если бы их рядом поставить, родная мама бы не отличила. А это все к чему? А это все к тому, что Растаман Костя на самом деле вышел не на своей остановке. И пришел совсем не к себе домой. А к родителям того другого Растамана Кости. Он что-то такое краем глаза заметил, но он подумал, что это его плющит в эту сторону, но и не повелся. И вот он спит себе спокойно. А в это время его родные родители, которые, кстати, нифига не курили и вообще не курят, суровые такие мама-папа, с хмурыми озабоченными лицами, обсуждают проблемы семейной педагогики. Потому что это уже 12 часов ночи, а сына все нет, и по телефону не отзывается. И это уже не первый раз, и надо принимать какие-то меры. Лучше бы они курили, ей-богу. Вон у другого Кости родители курят, и все у них хорошо. И сын к ним вовремя приходит, и в 12 часов они уже спят. А в час ночи приходит еще один сын, еще один Костя, и сразу видит на вешалке свою растаманскую шапку, а под вешалкой свои кроссовки с флюорными шнурками. А на стуле лежит его майка с семилистником. А в кровати лежит как бы он сам. Но он ведь сам на самом деле не лежит, и ему непонятно. Шума он подымать не хочет, чтобы родители не выпалили, какой он накуренный. И вот он тихонько выходит на подъезд и обдумывает сложившуюся ситуацию. А подъезд недавно покрашен, еще не разрисован. И на 10 тысяч других подъездов один в один. То есть, чтобы понять твое лето подъезд, надо выйти на улицу и посмотреть номер дома. А на улице темно, а номер краской написан. И сколько ты не прыгаешь с зажигалкой, все равно его не разглядишь. То есть, выход только один. Вернуться к остановке и внимательно пройти весь путь по новой, чтобы попасть уже точно к себе домой. Думает другой Костя. И медленно движется к остановке. А в это время родители того Кости, который сейчас дрыхнет у другого Кости, уже парятся не по-детски. У сына мобила не отвечает, и они начинают звонить его друзьям. И в первую очередь гене коренному, который типа друг детства должен знать. И не знают они, что гена коренной. Это на самом деле знаменитый генопсиходелик. Главный районный шульгиновед и шульгеноед. В тот вечер он как раз захавал Маркуса штурвалом. Минут сорок уже прошло. И оно вроде бы начинает приходить, но как-то не конкретно. То есть освещение однозначно ярче стало. И стены уже колышутся с легонца. Но если зрение сфокусировать, то стены снова разглаживаются, и свет как обычный в голове нормально. А если зрение снова расфокусировать, то опять все как будто бы приходит и светится. И на этом месте вдруг звонит телефон, и начинается другая тема. То есть это взрослая тетка? Она вообще не представляется, а спрашивает, «Ген, а Костя у тебя?» Но Гену не прет, говорит про Костю. Гена только что понял гораздо более глобальную вещь. О том, что у кошки не только снаружи усы. У нее еще и внутри усы. И вообще она вся из усов. И вся вселенная тоже состоит из усов, а вернее из голографических суперструн. Об этом, кажется, кто-то уже писал, наворотил каких-то стрёмных терминов. А нафига? Нафига здесь термины? Это же видно невооруженным взглядом. Вся эта усатая структура открывается и развертывается в мельчайших подробностях. Видно каждый отдельный усик, и понятно, зачем он здесь, и каково ему расти и шевелиться в этом мире. Вот такая, значит, тема. И он ее сплошным потоком излагает прямо в телефонную трубку какой-то незнакомой тетки. И походу постепенно понимает, что это за тетка, и что это за Костя, и какую херню он только что сотворил. То есть Гена понимает, что сейчас к нему заявятся родоки Растамана Кости. И это будет такой мощный бет, какого не было со времен ленинградского ПСП. И надо сейчас скипать с квартиры срочно и кошку с собой забрать, потому что кошка тоже Децил Марку хавала. И нафига и этот бет? И Гена ловит кошку, сажает ее в сумку, обувается, одевается и быстрым шагом ломится куда подальше от дома. Где-то уже непонятно где, Гену пробивает, что кошке надо бы все объяснить, чтобы она не стремалась. Садится на лавку, раскрывает сумку, а сумка уже раскрыта, и кошки в ней нет. Вот это подпадос. Он тогда начинает ее кругом искать, кыс-кыс, кыс-кыс, и вдруг слышит откуда-то из кустов жалобное мяу. Мяу-мяу. А из кустов не выходит. И вот он лезет за ней сквозь какие-то заросли, достает ее оттуда, все и объясняет, прячет ее в сумку и выходит на дорогу. И видит, что навстречу ему плывет тот самый растаман Костя, за которого весь этот бет. Гена говорит, Костик, ты шо тут делаешь? Тебя же родаки по всему району ищут. А Костик ему говорит, ну да, я Костя, а ты кто такой? Ничего себе вопрос. И слоте на такие вопросы отвечать, ну в общем можно такое ответить, что и сам потом три года не поймешь, что ты такой. Но генопсихонавт матер, хоть и молодой, и отвечает он просто и понятно. На мне сейчас шузы гены психоделика, штаны гены психоделика. Майка гены психоделика и мобила гены психоделика. Значит я и есть генопсиходелика. Сомневаться не приходится. А ты Костя Растаман, мы с тобой в одной школе учились. В моей мобиле твой номер записан, и я сейчас тебе позвоню. И в самом деле достает мобилу и звонит. У Кости Растамана никакого звонка не слышно. А в это время Костя Растаман снимает трубку и говорит, Гена, ты что офигел в два часа ночи звонить? Гена смотрит на одного Костю, слушает другого Костю и чувствует, что его разрывают на две головы, в одну голову это никак не вмещается. И он хватается за голову, садится на дорожку и отдает свою трубку одному Костю Растаману, чтобы тот поговорил с другим Костей Растаманом и замкнул наконец этот разболтавшийся контур реальности. А Костя Растаман говорит Косте Растаману, это друг твой тебе только что звонил? Костя отвечает, да. Тогда тот Костя говорит, спасать надо человека, он тут совсем потерялся. А другой Костя спрашивает, а вы где? А тот Костя отвечает на Ленинском сквере напротив электроники. А Костя, который дома говорит, ну нормально, я тут сейчас рядом, сейчас подойду. А Костя, который не дома, спрашивает, как я тебя узнаю? А Костя, который дома, ну это, меня ни с кем не перепутаешь. На мне будет майка с конопляным листом, красно-желтая-зеленая шапка, кроссовки со светящимися штурками. И в этот момент Растаман Костя, который в сквере напротив электроники, начинает что-то такое смутное догонять. И спрашивает Костю, который дома, а шнурки салатовые, да? А тут Костя ему говорит, ну да, салатовые. И слышит в ответ, так это ты бомбоклад, сейчас у меня дома спишь. Костя ему отвечает, сам ты бомбоклад, я у себя дома сплю. А тут Костя ему отвечает, если ты у себя дома, тогда позвони себе на домашний. Костя, который дома, ничего не понимает, но на всякий случай звонит себе на домашний. Длинные гудки, а звонка не слышно. Тогда он встает и идет проверить, не случилось ли чего с телефоном. А с телефоном явно что-то не то. Раньше он был кнопочный, а теперь дисковый. И все остальное, если присмотреться. И вот Костя звонит Гене на мобильный и спрашивает, а где тот чувак, с которым я только что говорил? А Гена психоделик отвечает, Костя, друг, я сегодня вообще ничего не понимаю. Он только что с твоими родаками домой пошел. Тогда Костя говорит, Гена, ты вообще в порядке? Гена отвечает, почти в порядке, не парься, до дома доберусь. А ты беги спасать того пацана, потому что они в натуре бешеные, и они его душу съедят, и никто не узнает. Ну то есть на самом деле там все было не настолько мрачно, но тоже непросто. На самом деле там налетели разъяренные родители, ухватили Растамана за обе руки и повылокли домой. А он упирается и кричит, Уперите руки, а не ваш сын. А они ему, Вот мы тебе сейчас покажем, чей ты сын. И оба такие красные, что даже в темноте видно. И вот они затаскивают Растамана на свой этаж, и дверь не открывается. Тут папа начинает ковыряться в замке, мама ему шо-то умное советует, папа и шо-то резко отвечает, она в долгу не остается, он предлагает ей заткнуться, она не затыкается, он свирепеет, и начинается у них такое общение, что все остальное на минуточку уже теряет всякий смысл. А в это время Растаман Костя бежит спасать другого Растамана Костю, которого уволокли его безумные родители. И прибегает к себе домой, а там никого нету. То есть даже родителей вообще никого нету. Звонит он гене-психоделик, а Гена ничего объяснить не может, он уже у себя дома и снова радостно неадекватен, несет какой-то бред про кошек, а по теме ничего не говорит. Ладно, думает Растаман Костя, завтра проснемся и во всем разберемся. И через 15 минут уже крепко спит. А другой Растаман Костя к этому времени тоже домой вернулся. Он, когда родители скандалом увлеклись, потихоньку бочком-бочком вниз по лестнице и бегом из подъезда. И надо сказать, очень своевременно. Потому что минуты через две к подъезду подъехал ментовский патруль и повязал обоих скандалистов. И уже в ментовке им объяснили, что это совсем не их дом и не их квартира, а ломились они среди ночи в квартиру вообще чужой какой-то левой бабушки, которая ясен пень перепугалась и вызвала ментов. Родители в шоке, впервые в жизни переночевали в обезьяннике. Выпустили их только под утро, а сын уже дома спит. И они его уже не будили и вообще ничего ему не сказали. Сами хороши. Агена-психоделик в тот вечер посидел немного на дорожке, собрал себя в кучу и побрел домой. Приходит, кошку выпускает. Она сразу пошла хату обнюхивать, и вдруг на нее из-под дивана шшшшш. А там сидит на самом деле кошка Гены-психоделика, которая из сумки выпрыгнула еще в квартире, от глюков под диван запряталась. Потом они, конечно, подружились, и стало у Гены-психоделика две одинаковых кошки. Походу, правда, выяснилось, что новая кошка мужского пола. Или это старая была мужского пола, а новая, наоборот, женского пола. Короче, не совсем понятно, что там сначала было, а что потом пришло. Ну, в общем, оказались кошки разнополые, способные к разным веселым и продуктивным взаимодействиям. Вот, а Растаман и Костя с тех пор уже знали, что их двое. И все собирались друг друга найти, да так и не собрались. Познакомились они аж через год в Лисей бухте, как это, в принципе, очень часто бывает. Редактор субтитров А.Семкин